В колонию строгого режима отправится житель Аконечниковского района. Мужчина признан виновным в причинении смерти пасынку. Маленького Никиты не стало в июле. Мальчику едва исполнилось три года. Ребенок находился в доме с мамой и ее сожителем. Взрослые в тот вечер выпивали. В ходе следствия было установлено, что летом в деревне Пресновка находившись в состоянии алкогольного обвинения Лавринов за то, что его трехлетний пасынок не хотел идти с улицы домой, ударил ребенка сначала в спину рукой, мальчик упал, ударился головой, а пол, когда он заплакал, то Лавринов еще ударил кулаком мальчика в живот, а также пнул ногой, причинив тяжелую травму живота с разрывом внутренних органов, от которых впоследствии ночью мальчик скончался. Было установлено, что семья состояла на учете как неблагополучная, а мать как могла воспитывала еще троих детей от двух до пяти лет. О том, что женщина плохо исполняет свои родительские обязанности, было известно местным органам системы профилактики. В отношении должностных лиц следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Что касается матери, ее действиям. Тоже будет дана правовая оценка, ребенку скорую помощь она не вызывала, просто уложила плачущего малыша спать. Следствие возбудило сразу несколько уголовных дел. В настоящее время в отношении матери мальчика завершается расследование уголовного дела. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации оставления в опасности и 156 Уголовного кодекса неисполнения родительских обязанностей. Дети, которые проживали вместе с матерью, их трое, это пятилетний сын, а также две девочки в возрасте одного года и шести месяцев, в настоящее время помещены в детский дом. По инициативе органов следствия, обвиняемое ограничено в родительских правах. Вот этот деревенский дом. В следственной группе мужчина рассказывает, как распивали спиртное и как решил в воспитательных целях ударить мальчика. Это он, вы сейчас показали, это он по росту так или он сидел? Нет, по росту. Ноги были выпрямлены, когда он стоял? Да. Как он находился к вам? Лицом, спиной, боком? Так, находился. Так, я подержу. Покажите, как, куда вы его ударили? Да. Сжатым кулаком? Да. Как сильно ударили? Ну, если все сильно. Ну, а как? Ну, продемонстрируйте. Да, правильно. Точно с такой силой вы били? После чего он упал? Да. По заключению экспертов, маленький мальчик умер от одного удара кулаком в живот. Сожитель матери сразу же был задержан и, пока шло расследование, находился под стражей. Вину свою признал частично, рассказывают в следственном комитете. Говорит, убивать пасынка вовсе не хотел. Вам такое что-то есть? Я сильно сказал, что сделаю. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными. 34-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека. Ранее сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и кражу. Приговором суда Лавринову назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. В этом месте что? Лежала закладка. Закладка непростая. Отсюда молодой человек забрал сверток с поддельными пятитысячными. Зашел на аккаунт, зарегистрировался, купил левый Киви кошелек. На левый Киви кошелек закинул деньги, через левый кошелек пополнил биткоин Гидры, за биткоин Гидры купил купюры. Получил координаты, забрал, отдал человеку и пошел. Сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможной причастности троих амичей к незаконному обороту фальшивок. По данным следствия, молодые люди купили купюры через интернет и планировали их сбыть. Для этого они направились в нефтяники. Тогда уже амичи были в оперативной разработке. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Омской области установлена причастность троих амичей к незаконному обороту фальшивых денежных средств. Оперативники задержали фигурантов сразу после сбыта поддельных купюр в двух торговых павильонах, где за покупку шаурмы и связки бананов они рассчитались пятитысячными купюрами. Для размена купюру злоумышленники выбирали небольшие лавочки по проспекту Мира. Никто из продавцов и не подумал, что покупатели рассчитываются подделками. Впоследствии в торговых точках оперативники изъяли две поддельные банкноты номиналом по 5000 рублей каждая. Согласно справке об исследовании установлено, что изъятые банковские купюры изготовлены не предприятием «Гознак». Задержанные подтвердили, что знали о том, что банкноты фальшивые и приобрели их для последующего сбыта на территорию Омска. Основные изображения на данной купюре с лицевой и оборотной стороны выполнены способом цветной струйной печати. Возбуждено уголовное дело в отношении троих фигурантов, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двое из подозреваемых, 25-летние и 19-летние Амичи, уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третьему подозреваемому, ранее несудимому, 18-летнему жителю Советского округа, органами предварительного следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Ночью в центральном округе мимо автомобиля ДПС, несмотря на требования остановиться, на скорости пронеслась иномарка. Машина рассекала по дорогам, по кривой, а от госавтоинспекторов водитель удирал до последнего, пока не заехал в тупик. От погони на машине не ушел. Дальше бросил авто и стал убегать от инспекторов. Подъехал еще один экипаж ДПС, преследовали нарушителя в пешем порядке. Сам момент задержания в кадр не попал. Известно только, что за рулем Тойоты был 16-летний школьник. На место прибыл его отец и получил сразу несколько административных протоколов от сотрудников ДПС. За рулем Тойоты находился 16-летний амич, не имеющий право управления транспортными средствами. В отношении нарушителя возбуждены административные дела производства за управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, а также не выполняя требования об остановке транспортного средства. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку. На место задержания несовершеннолетнего прибыл его отец, который забрал своего ребенка. Омские полицейские разыскивают подозреваемых в мошенничестве. Это кадры из магазина на 6-й станционной улице в Ленинском округе. В торговом зале парень и девушка набирают косметику примерно на 1000 рублей, потом вместе проходят на кассу. Молодой человек просит с 5000-й купюры сдачу. Пока кассир набирает деньги, пара отвлекает женщину разговорами. Да так, что та отдает сдачу и забывает взять деньги с покупателей. С места происшествия сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, где и зафиксирован момент преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Жесть. Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова